Головку подними, пожалуйста, Вероника. Головку подними, улыбнись. Сюда подъехали. Концертную программу на льду выполняет семилетняя Вероника Кудряшова. Девочка готовится к очередным стартам. Отрабатывает аксели и двойное сальто. Так называют сложные элементы и прыжки. Вероника в спорте уже три года, а недавно получила долгожданный первый разряд. Юный фигурист. Я хочу стать чемпионкой мира, как Саша Трусова. Она стала чемпионкой мира, она прыгает в четвертые прыжки. Мечтает о чемпионстве девочка аж с двух лет. Именно тогда она увидела соревнования по телевизору. Но только в четыре года отправилась на свою первую тренировку в школе «Металлургспорт». Мама Вероники поддерживает дочку во всем. Сложностей в принципе нет. Зависит от ребенка. Если она хочет заниматься, она будет заниматься. Мы ее не заставляем. Она сама с желанием идет кататься. И со льда тяжело потом вытащить. И таких горящих пар глаз у тренера Ирины Лопатиной более 80. В четырех группах занимаются дети разных возрастов. От трех с половиной до одиннадцати лет. Я набрала первогодок. Они сейчас топают. Мы уже начали изучать перебежки. На следующий год мы уже... В этом году мы с ними уже выучим пару прыжочков одинарных. Вращение на одной ножке. Зависит от ребеночка и до того, как пропускают, не пропускают родители. Ленятся, не ленятся. Родители тоже должны быть дисциплинированы. Ведь здесь каждая тренировка на весь золото. У начинающих всего два часа в неделю. Со взрослыми учениками на лед выходят пять раз. Крестик. Рифат молодец. Другая ножка, Рифат. Чего ты не делаешь ничего? Ну-ка, встали все, работаем. Суровый спорт требует от детей психологической и физической закалки. Падения здесь неизбежны. Но на слезы нет времени. Упал, встал. И снова к выполнению элемента. Умение концентрироваться, успокаиваться в нужное время – это лишь малая часть плюсов. Регулярные занятия будут развивать мышцы ребенка, а тело будет постоянно в тонусе. Организм станет более выносливым, а иммунитет крепким. Единственное противопоказание – проблемы с позвоночником. Если их нет, то двери в школу по фигурному катанию открыты для всех. Школа у нас бесплатная. Родители оплачивают только лед, к сожалению. Потому что это очень большой дефицит. Потратиться придется и на костюмы, и коньки. Самый простой наряд стоит порядка четырех тысяч рублей. Можно и самому шить. Так поступает мама Вероники. А вот экономить на коньках она не советует. Сначала мы на простых коньках катались. Потом уже взяли бэушные. Но в этом году первый раз попробую новые коньки взять. То есть разница ощутима. Пара профессиональных коньков стоит около 20 тысяч рублей. На все эти траты родители идут смело. Ведь ничего так не завораживает и не радует сердце, как удача их ребенка на льду. Алена Павлова, Виталий Черепанов, ОТВ.